Блин, я отправил человека в ад, он был нормальным. Сори, братишка. Ну что же, всем привет, друзья. И сегодня у нас игрушка под названием Мирная Смерть. Играем мы за обычного жениса, у которого, казалось бы, обычные проблемы. Он хочет кушать, еды у него нету, денег у него нету. И поэтому ему придется устроиться на работу. Конечно же, мы идем на работу женица и будем вершить судьбу людей. Добро пожаловать в компанию Апокалипсис, жнец. Теперь ты подчиняешься мне, осмотрись и принимайся за работу. Помимо каких-то непонятных существ, у нас еще есть возможность что-то покупать и как-то прокачивать. Денег у нас нету и лезь пока сюда рано. Совсем забыл сказать, что эта игра своим сеттингом напоминает игру Пепперс Плиз. Отдаленно, конечно, намного легче, но все-таки напоминает. Мы младший стажер и никаких сложных заданий нам давать не будут. Сегодня твой первый рабочий день, жнец. Поэтому самое простое задание, с которым ты не напортачишь. Чертей отправляй на левый лифт в ад, людей отправляй на правый лифт в рай. Все элементарно просто и если это дело не на время, то в принципе я и не напортачу. Вот только у меня до сих пор небольшие вопросы, а вот это вот мне показалось и Гитлер, но ладно, все равно в рай. А этот чувак вообще похож на какого-то Дракулу, но окей, иди в рай. Это был же Кичан и... Блин, здесь походу есть много таких пасхалочек небольших, но на них мы еще успеем обратить внимание позже. У меня вопрос по тому красному парню, который был с... Человеком, но человек был у него в роли какой-то прислуги или какой-то собачки. А это, по-моему, просто человек, но в костюме мазохиста и... Его бы, наверное, следовало отправить в рай, но нет, такие нам варью точно не нужны. Вне зависимости от пола, от расы, цвета кожи и так далее, всех людей мы отправляем в рай. И еще буквально два, один человек и моя работа выполнена. Было просто, но я получил четверку с плюсом, все-таки время здесь как-то влияет. Каждый раз в магазине какие-то новые предметы, или как это назвать, можем купить авторитет. И время, время мне нафиг не нужно, так что покупаем авторитет. Второй день и уже повышение, теперь мы младший стажер. На второй день все так же легко, только людей с рожками мы тоже отправляем в ад. Все элементарно, просто и напортачить с этим пока что. Не получится. Конечно же, я могу облажаться, и это, по-моему, вообще был Эйнштейн, но... Блин, мы его отправили в ад, а ладно. Здесь вы просто не сможете ни напортачить, если не будете торопиться и не будете отвлекаться. Так что, какое-то влияние у меня прям так красиво переливается. А, с плюсом, идем дальше. А вот навык бедность мне в дальнейшем очень сильно пригодится. На один признак меньше на каждом клиенте. Все-таки понимаете, да, как эта игра похожа на Пепперс Плис? На этот раз у меня было задание всех людей с холодным оружием отправлять в ад. Я напортачил очень сильно, мне дали тройку, но зато мне повысили. Жнец, ты бы знал, какой я занятой, завтра мне нужно пройтись по миллионам лечебниц. И все потому, что работать приходится самому. Не желаешь отработать день в мою пользу? Конечно же, желаю. Награждение после работы, ну, естественно. А вот это новый прикол, первую способность мы покупаем, мы с ней уже знакомы. А вот со вторым эффектом кое-какие проблемки. Время на 30 секунд. Короче, и отменить мы это можем уже отменить. Не купить, а отменить за 13. Да, я не хочу, чтобы у меня было на 30 секунд меньше времени. Это же уже четвертый день, это не шутки. Рай у нас все белые и чистые, поэтому тот, кто испачкан кровью, должен отправиться в ад. Ну, и чистюли вы, конечно же. Вот этот чувак точно отправляется в ад. Ты у нас идешь в рай, главное, ничего не перепутать. А то в прошлый раз я очень многих людей отправил в ад, а наоборот, те, кто должен был отправиться в ад, попал в рай. И, короче, все очень сильно запутанно, но пока что я даже умудряюсь как-то разговаривать с вами и направлять людей туда, куда нужно. Три ошибки я допустил. А, жесть, просто я не знаю, эта игра, конечно, легкая, но почему-то мне немного не хватает внимания. И, да, это все-таки четвертый день, а я все равно допускаю какие-то тупые ошибки. Великое прощение, если ты ошибаешься в первый раз, ошибка будет прощена отлично. Пятый день, и давайте посмотрим, что тут у нас новенького будет. Ладно, я уже испугался, что мы не будем пускать людей в шляпах, но мы теперь должны просто снимать со всех шляпы, только не знаю, как мы это будем делать. Давайте найдем кого-нибудь в шляпе и посмотрим, как ее можно снять. А, просто кликаем. Блин, я отправил человека в ад, он был нормальным. Сори, братишка. Просто левой кнопкой мыши мы снимаем с него шляпу и... Ага, ты должен был попасть в ад. А с каждым днем игра становится все интересней и интересней. Ой, вот насчет таких я не знаю. Вот насчет таких людей я не помню, слушайте. Там что-то было сказано про психов, но я не знаю, что с ними делать, скорее всего. А, блин. Ну, понятно, теперь людей, которые избежали из психушки, надо отправлять. Ура, я понял, хорошо, хорошо, окей. В каких-то моментах зачем я его отправил в рай, ой, 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 ой. Не знаю, в каких-то моментах я начинаю почему-то путаться. И с каждым днем, серьезно, игра становится все интересней, сложнее. Нам смотреть не только, например, под ноги, не только на рубашку, но еще и снимать с каждого шляпу. Я думаю, в конце, на второй неделе будет вообще какая-то жесть, где нам придется смотреть просто на все, придется там раздевать, делать там какие-то сканы, отпечатки пальцев и так далее. В общем, игра очень сильно похожа на всеми вами любимую Paper Splits, только намного легче и, как бы, по мне, она меня больше затягивает, чем Paper Splits. Paper Splits все-таки как-то намного менее динамичнее, чем эта игра. На этом я закончу. Ну, не могу я разговаривать и одновременно играть на какой-то хороший показатель. Скачайте эту игру и до новых встреч на моем канале. Всем пока!